Субтитры создавал DimaTorzok Еще раз повторюсь, я просто невероятно респектую NCC Почему? Потому что нарисовать, сочинить, это настолько даже не пол-дела Когда я рисунки делал и какие-то мысли у меня в голове гуляли Я даже себе представить не мог, что ребята сделают такие охренительные ножи То есть, по большому счету, это в первую очередь не моя заслуга Это в первую очередь заслуга именно NCC, за что им огромное спасибо Были ножи представлены сейчас на Arms & Hunting А ведь я на самом деле номер так и не спросил Ну, неважно В общем, были представлены на Arms & Hunting И мне очень понравилось то, что реакция была на них действительно именно Ну, то есть, грубо говоря, у меня получилось сочинить именно то, что я хотел сочинить То есть, на самом деле, ну, в первую очередь, конечно же, ультрасы У разведосы теперь есть ультрас, между прочим Вот, и суть в чем? Суть в том, что сделать, ну, идея была сделать, во-первых, нож, ну, крепкий, там, 5-10 с функционалом Чтобы была очень удобная, безопасная рукоять Ну, и, если честно, чтобы нож просто, ну, как бы не повторял все остальные ножи Чтобы было у него какое-то лицо, индивидуальность Вот, мне понравилось действительно то, что реакция была именно такая, что, ну, людям нравилось Причем, людям нравилось не тем, которые пришли конкретно посмотреть именно эти ножи Это, понятно, это не удивляло А именно просто вот случайным людям, которые проходили мимо Они знать меня там не знают, видеть не видели и так далее И они именно, там, причем такие дядьки, взрослые, там, ну, седоволосые То есть, явно, явно, которые тяготеть должны классики В общем, в общем Итак, на самом деле, забегая вперед, я хочу сказать, что сейчас у нас в клубе Не стал я эту информацию пускать в YouTube Почему? Потому что сам по себе клубный нож, ну, это дело, как бы, внутреннее клуба И пускай, как будет, так будет Кому надо, те приходят, вступают У нас всем рады ограничений, никаких нет Так вот, у нас сейчас получается так, что у нас клубник отодвигается По техническим причинам некоторых претендентов Плюс там непонятный разброс шатаний где-то на лето 2020 года Но будет отдельно я сделаю объявление Причем, я вам честно скажу, я в первую очередь сделаю это объявление Именно в клубе Архадыр ВКонтакте Чтобы у людей было преимущество бронирования номеров И буквально, там, через несколько дней я это опубликую на YouTube То есть будет, я не буду сейчас говорить Чьей кровью и сколько подписей я поставил, чтобы выбить лимитку Но у нас будет лимитированная версия Я бы назвал это авторское издание То есть это никакого отношения к Архадыр Клабу не имеет Это имеет, в первую очередь, ко мне отношение Скорее всего, там будет сталь N690 Черный Stone Wash И эти ножи, их будет 50 ультрасов, 50 инсургентов По крайней мере, сейчас первоначальная такая идея Цена приятно удивит Я говорю, это надо было просто видеть Я на самом деле, когда необходимо, я умею быть убедительным Вот, и эти ножи в первую очередь Как только будет какая-то конкретика, я обязательно скажу Эти ножи в первую очередь, они будут именно Вот этот вот старт бронирования номеров, он будет дан в клубе Потому что я, честно сказать, я не понимаю, как через YouTube бронировать номера Просто писать в комментариях, это будет такой бардак Потому что я не знаю, как часто я там смотрю и так далее Я помню, вот у нас номерные были Кто у нас? Милитисы были номерные Я просто вот столько вот с этими номерами проблем поимел Но с другой стороны, это весело Это прикольно, потому что очень многие склонны к каким-то мистическим предпочтениям тех или иных цифр Почему бы и нет? То есть, в ближайшие дни решится окончательно по материалам В ближайшие дни решится окончательно Какой из двух ультрасов, ультрас или ультрас С Пойдет вот в это вот самое, я бы назвал это, как сказать, авторское издание Вот И какой из инсургентов пойдет С-ка или обычный в это же самое авторское издание А сегодня мы с вами просто поколбасим И именно с учетом того, что ножик этот я нарисовал А NC Custom сделали Я взял такой не кислый норвежский дубок Нормальный такой, да? И будем что-нибудь из него сочинять Скажу сразу, что не будет рубки Не потому, что я там хочу как-то сделать На самом деле срубить этим ножом Ну, вот был бы он потяжелее, конечно, да Но с другой стороны срубить этим ножом, поверьте мне на слово Там плюс-минус, ну вот такого же примерно диаметра Это можно, это вопрос времени Это можно, можно чуть-чуть потоньше взять какое-то Дело в том, что я совершенно с вами откровенен Я бы мог сейчас создать вау-эффект Но вот те деревья, которые у меня были заготовлены Я сейчас только что посмотрел Они уже слегка так, ну, сыграли, подгнили То есть, ну, это будет неправильно Это будет не то То есть, если у меня будет возможность когда-то Я обязательно отдельно сниму рубку этим ножом У меня будет такая возможность Рано или поздно я где-то там будут какие-то стройки проходить Будут вырезать, опять срезать И я все это дело порублю Или где-то в каком-то отпуске Но вот конкретно по состоянию на сегодняшний день То, что я мог бы, причем, ну, у меня действительно Если я вам могу сейчас показать У меня действительно есть деревяхи, которые произведут эффект Они толстенные, но они уже рыхлые стали Это неинтересно А живое рубить, ну, нафиг надо Поэтому, в любом случае, сейчас у него будут Задачи очень такие серьезные Ну, реально серьезные Здесь не пошутишь Посмотрим, посмотрим, что получится Погнали! Бомбить я буду именно ультрасом Почему? Потому что... Не ультрасом, инсургентом А не эской Почему? Все очень просто, ребята Потому что, на самом деле Сейчас я смотрю тяготение Именно к оригинальному инсургенту В сообществе То есть в плане там Лимитка, не лимитка и так далее И так далее И вообще, как бы он больше каких-то позитивных отзывов Заработал Что на самом деле для меня является прям Болью сердца Почему? Потому что вот у меня Сейчас в руках эска Внизу И обычный вверху Вот этот угол Вот это была первая точка рисунка Вот с этого угла все рисовалось Ради этого угла, блин, все рисовалось Но именно Самая-самая крутая фишка Которая мной задумывалась Она, походу, именно и не зашла Поэтому вот в обсуждениях У нас именно Инсургент В первую очередь присутствует И на самом деле У него Спуски повыше И он полегче То есть он по большому счету Уязвимее, чем Эска Есть еще один момент Который Также Ну, делает его тест Более сложным То, что рукоять у него потоньше Она не такая Колбасистая, как у эски Поэтому Именно Исходя из того, что На мой взгляд Это более такая Модель Слабая С точки зрения каких-то нагрузок Именно ее и будем нагружать Ну, а что делать Так С чего начнем? Начнем с того, что Мне как-то нужно Разбатонить Но разбатонить по красоте Я хочу получить Какую-то именно Более-менее ровную поверхность И вы поймете, почему Так, криво пошел Не годится Это сразу Убитый Хлам Клинок при батонинге Особенно, когда Вот вы берете Действительно Ну, такие Твердые Сорта дерева Довольно важно Чтобы Клин Вот видите Опять под угол пошел Очень важно Чтобы клин пошел Именно Под Прямым углом Здесь у нас Особого Как бы Смысла Совсем Недавно У меня просто Было Другой нож Там был покороче Клинок На самом деле Расколем Никуда не денемся Хотел сказать Хотел сказать Что смысла Жалеть этот нож Я особо Не вижу Почему Потому что Ну, хочется Как-то посмотреть На Какие-то У меня вопрос Конкретно К человеку Морж хренов Скажи, пожалуйста А что мне делать Дальше Просто Тут был конкретный Наезд На то, что я Использую Клиния Ну вот Весь клинок Полностью Утоплен В этой самой Вот что мне делать Дальше Поделись Я прямо сейчас Немножко Как вы Слышали По голосу Чуть-чуть Даже Ну не то Чтобы Баканул Но Потому что Уважаемый Морж Действительно Обвиняет Меня В читинге Он считает Что Клиния Использовать Никак Ну вот У этого Ножа Совершенно Не маленький Клинок Но Если у нас Само по себе Полено Довольно Широкое? Ну Какие у меня Варианты? Вариантов У меня Немного Правильно? То есть Вот Весь клинок Ушел В полено Как мы дальше В батоне? Просто лупить По дереву Пока оно не сломается Не самая лучшая Идея Правильно? Ну вот Я хочу сказать Что Конечно По сравнению С березой У меня же Норвежская береза На тестах И норвежский дуб Так вот Дуб Колется Ну он с трудом Но все равно Он колется легче Но строгается Он гораздо тяжелее Вот так Сейчас мы будем Все это дело Еще подравнивать Выравнивать Я надеюсь Что вам интересно То что происходит Буду пытаться Сделать Именно заготовочку Опять же Тех же щей И пожижевлей То есть Все равно Ну При любом Матонинге У вас Длина Клинка Так или иначе Ограничивает На самом деле Как-то экономно Эти все доски Собирать В какое-то место Почему Потому что Я просто представлю Что если вот сейчас Этот дубок Его До конца Как бы Не Остатки Которые останутся Их куда-нибудь Спрятать И потом Вот на растопку Представляете На сколько Он Гудеть будет Так Сейчас мы Сделаем Красоту Вот Здесь уже Позволяет Слегка Нам Здесь уже Позволяет Нам Стоп Сейчас будем Сочинять Я надеюсь Что все-таки Что-то у нас Получится В правильном случае Еще одна Половинка Есть Так Так Если рассуждать Не с точки зрения Добычи Какой-то Некой Досочки А именно С точки зрения Нагрузки Тестовой Но ребят Вы все видели Как бы На самом деле Здесь Сколько проходов Вот у нас Ага Все запоролось Блин Раз Два Три Четыре Четыре Раза Я уже Прошелся По этой Доске Здесь Как бы Уже На самом Деле Мне себя По большому Счету Укрикнуть Не в чем Давайте Сочинять Сочинять Вот Из-за Реально Чувствую себя Каким-то Папой Карла Мы взяли Другую Досочку И Также Лупим Сейчас у нас Получается Получается Фигня Полная С точки Зрения Нагрузки Потому что Клин Бил В обух Совершенно Таким Неестественным Путем Заставлял Нож Проходить Мне нравится Насколько Крепкая Деревяшка Это Надеюсь Туристы Милитаристы Вам еще Не стало Скучно Короче Разломал Целое Полено И Толком Я Ни Одной Как Вот Мне Надо Было Заготовки Не Получил Это Конечно Косяк Посмотрим Секунду Еще Вот Не знаю Сейчас Буквально Сделаю Пару строганий Еще Мне просто Самому Интересно Секунду Не забыть бы Где чьи ножны Вот так Сделаем Это у нас Тестовый рабочий нож Но я вот достал С Я просто Именно Сравнить Совершенно По другому Блин Ну вот Почему Ну что же Делать Как же Блин Уговорить Народ Ну На самом Деле Эской Строгать Гораздо Удобнее Вот Ну Потому что Здесь Действительно Рукояти Разные У Инсургента Она рукоять Более Такая Вот Под Хотя Нет Сейчас Взял Половчее Тоже Идет Сейчас Мы Будем Сочинять Когда мы С Вот Таким Образом Поставим Нет Был Не прав Надо было Просто Действительно Перехватить Ладонь И Все нормально Пошло Твердый Красоты Чую Не получится Целое полено Извел Блин Целое полено Извел И Именно Идея Была В том Что Я Получу Такую Вот Ровную Досочку Потому что В прошлый раз Я когда делал На березе Тест Мне очень понравилась Реакция Ребят Что Это Получилось Как Именно Не Лопатка А Как Доска Разделочная Походная И Вот У Меня Была Идея Сегодня Именно Сочинить Такую Досочку Походную Разделочную Доску На которой Удобно Будет Хлебушек Порезать И так Далее И так Далее А Этот Хренов Дуб Пошел Весь На перекос И Ничего Не получилось Потом Мы сейчас Сделаем Немножко По-другому Просто Построгаем Как Тестово Построгаем Чувствуется Что Деревяха Каменная Но Рукоять Конечно Очень Удобно Блин Но Все Равно Не Ошибаюсь Пускай Все Летит Херам Вот У Эски На Мой Вгляд Именно Придется Все Таки Достать Именно За счет Вот Этой Разницы Здесь Видите Здесь Выемка На Два Пальца У Инсургента А У Эски Она Такая Колбасовая Но Удобнее Все Равно Удобнее Строгать Вот Как Не Крутите Что Не Говорите Совершенно По-другому Рука Себя Чувствует Совершенно По-другому Все Дело Да Я вспомнил Как Витя Миллер Мне Предлагал Строгать Ножки От Кровати Сейчас Примерно Такое Ощущение Что Я Именно Ножку От Кровати Строгаю Все Таки Мой Замечательный Норвежский Товарищ Андрш Он Подошел К делу С Огоньком И Действительно Насушил Такого Дуба Что Я Просто Чувствую Насколько Он Именно Вот Сама По-себе Деревяха Она Твердая Где Тестовый Экземпляр Который Прошел Все Испытания Так Ну вот Для сравнения Нашел я Кусочек Давешней Березки Конечно Береза Идет Гораздо Бодрее Причем Это Норвежская Береза Она Тоже Такая Не Просто Вам Так Здесь Действительно Разница Имеет Место Быть Так Что Что Нам С тобой Сделать Все Таки Досочку Хочется Хочется Именно Сейчас Не красоты А функционала Вот Приспичило Мне Досочку Потому Что Пень Грязный Ведь В песке Хочется Более Менее Ровную Досочку Получить Но Здесь Уже Все Равно Так Сыграло Что Не Не Получится Так Ну Что Немножко Бушкрафтерской Красоты Как говорится Даже Все Самое Смештое Что Вот Эти Вот Тонкая Стружка Видите Настолько Плотно Древесина Идет Что Он Заставляет Просто Забирать Глубже Было бы Прикольно На самом деле Какой-нибудь Помудохаться Знаете Как этот Как Робинзон С каким-нибудь Там Я не знаю Железным Деревом Чтоб По-настоящему Здесь Пеншуй Познать Вот У нас Березка Все равно Требует Вот Ну Получается Так Что Зарывается В древесину Очень Агрессивно Берет Вот Именно Какую-то Тонкую Притонкую Красоту Ну Тут Дает Стружку Но Чтобы Она Была Прозрачная Нет Он Именно Очень Так Грубо Зарывает Дальше Дальше Поехали Ну Че Почему бы И нет Вот У нас Кончик Так Чувствую Что У меня Сейчас Просто Закончится Батарейка Надо Финалить Ах ты Сука В глаз Отлетело Кокосинг Не такое Уже Безопасное Занятие Так Отверстие Засчитано Давайте Смотреть Теперь Сейчас Я Поймаю Фокус Давай 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 Сейчас Батарея Сядет Совсем Чуть Осталось Ну По мне С учетом Того Что Он Такой У нас Широкий То есть Нагрузка На кромку Вот в этом месте Была серьезная Видите Все осталось Как оно есть Без каких-либо Вообще Изменений В этом плане Как бы Но проблем Мне очень нравится На самом деле Юмор Которым Обладают Мои Одноклубники И Они Сказали Что Инсургент Он В принципе Нужен Для того Чтобы Отрезать им Дольку Лимона И Передать Товарищу Ну Не знаю Что там Насчет Дольки Лимона Ну Ну Вот Передать Товарищу Меня Заставлять Не нужно Вот Таким Вот Образом И Сделаем Все Главное Найти Нужный Нужный Ракурс Правильно Тест Я считаю Ребята Пройден Совершенно Нормально На мой Взгляд Не будем борщить Все таки Техника безопасности Все дела Поэтому Резюмируя Могу сказать На самом деле Парень Который Придумал Нож Большой Молодец Что уж тут Скрывать Ха-ха-ха Потому что Получилось Именно то Что получилось Получилось То что Хотелось То есть Ухватистое Совершенно Безопасное Я бы сейчас Мог На этом месте Так вот Бахнуть Но у меня При этом Тогда все Взлетит И Не будет Красоты Такой Совершенно Ухватистое Безопасное Рукоять Удобное Для каких-то Там именно Нагрузок Для Всей фигни Строгает Рубит При строгании Вот насколько Мне было Я вам честно Сейчас скажу Мне было прям Тяжело Строгать Этот дуб Вот прям По-настоящему Тяжело Я вот Ну Я думаю Это было видно То есть Он реально Такой вот Ну конкретно Каменный Такой И При всем При этом Вот больше всего Чего я боялся Когда рисовал То что будет Крутить руку Не крутило Совершенно То есть Здесь именно Вот Ну Без балды Если вот так Вот говорить Все равно Мне эско Больше нравится Вот мне По руке Эско Она Гораздо Колбасясти Она такая Прямо Вот реально Построгание Все таки Этот он Такой Более Походный Интеллигентный Для всяких Вот таких Вот разных Задач В общем И целом Прошу Любить и жаловать Кому как А я доволен Ножик Получился Просто Загляденье Спасибо За Просмотр Ваше здоровье Друзья Спасибо Спасибо Субтитры oggi Подписывайтесь Поехать